Благослови, Душа моя Господа, благослови, Неси Господи. Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня понедельник, 7 марта. За богослужением читается Евангелие от Луки, глава 19 стихи с 29 по 40 и глава 22 стихи с 7 по 39. Евангельское чтение, предлагаемое сегодня, очень большое, поэтому послушаем мы его только в прочтении Иродьякона, Отца Александра. Во время оно, яко приближится Иисус в Евсфагию и Вифанию, горе нарицаеме Елеон, посла два ученик своих глагола, иди-то впрямную весть, и внюже входящий, обрящий это жребя привязано, на неже никто же, николи же, а человек в седе, отрешае привидита. Ящи, кто бы вопрошает, почто отрешаето, си сердцы-то ему, яко Господь его требует. Шэши же посланы обритовста, яко жрече има, отрешающему же има жребя, рекоша Господи его к нима, что отрешаето жребя, он же рекос-то, яко Господь его требует, и привидос-то яко Иисусови, и возбегши ризы своя на жребя, всадиша Иисуса, идущи же ему по села Фуризис своя по пути, приближающа же цейму, уже обея к нисхождению горе Илеонсе, на чашах все множество ученик, радующийся хвалите Бога глазом вели им, о всех силах я же видиша, глаголюще благословен гряды и царь во имя Господне, мирно не беси и слава вышних. И не цифре си от народа реша к нему, учителю запрети учеником твоим, и отвещав рече им, глаголю вам, яко о счастье умолчат, камень его запеет. Приди же день у пресноков, вон же подаваши жрите Пасху, и посла Петра и Анна рек, шедши уготовы-то нам Пасху до ямы. Он же рекос-то ему, где хвощи шел готовы им, он же рече има, все восходящим вам его град, свящий твой человек с кудельницы воду нося, по ним и деда в дом, вон же входит, ирцета дому владыце, глаголю тебе учитель, где есть обитель, иди же Пасху со ученихи моими сне, и то и вам покажет горницу верю послану ту, готовой-то. Шедши же обри тосты, як же рече има, и уготоваста Пасху, и гда бы и сейчас возлеже, и оба на десяти апостола с ним, и рече к ним, желанием возжелась, и у Пасху ясте с вами, прежде даже не приему мук, глаголю вам, як от сели не имам ясте от нея, донди же скончаются во Царствие Божие, и прием чашу хвалу воздав рече, приимитесь ее и разделите себе, глаголю вам, як они имам пить от плодолосного, донди же Царствие Божие приидет, и прием хлеб хвалу воздав, преломи и даде им, глаголя, сие из тела мое ежезавы да емо, сие творите в мое воспоминание, так уж держи и чашу по вечере глаголя, сия чаша новый завет моею кровью, ежезавы проливается, оба часе, рука придающая мя со мною ест на трапезе, и сыну бы человеческий и дед, по реченному, по бачи горе человеку тому, их же предается, идти и начаше искать и в себе, которые у блаты них, хотя и сие сотворите, быть же и пря в них, ки им ница их быть и боли, он же рече им, царь язык господствует ими, и обладающие ими благодатели нарицаются, вы же не тако, но боли вас да будет я ко мне, и старе яко служай, кто бы боли возлежали или служай, не возлежали, аж же посреди вас есем яко служай, вы же истепли бывши со мною в напастях моих, и аж завещиваю вам, яко ж завещав мне Отец мое царство, да явьте и пьете на трапезе моей во царстве моем, и сядете на престоле, судяще обе ванадесите коленого израилевого. Речи Господь, Симоне, Симоне, все сатана просит вас, дабы сеял яко пшеницу, аж же молись о тебе, да не оскудит вера твоя, и ты некогда ображься, утверди, братью твою, он же рече ему, Господи, с тобой готов, если мы в темницу и на смерть идти, он же рече, глаголите Петре, не возгласит петел днесь, донли же трекраты, отвержише с именею не ведете, и рече им, егда послах и без влагалища, и без меха, и без сапог, и дать что лишей не бысте, он ни жереша, ни чесожа, рече же им, но ныне и же им из влагалища, да возмет такожде имев, а и же не имец, да продаст ризу свою, и купит нож, глаголюбалан, як еще писанно все, подобает, да скончается о мне еже, и с обеззаконными вменися, ибо ежа о мне кончину имец, он ни жереша, Господи, сена жазде два, он же рече им довольна есть, и вешет, и депобычью в гору Еленскую, по ним же и душа ученицы его. О споре учеников относительно первенства повествует только евангелист Лука. Апостолы перешли к спору о первенстве вполне естественно, начав с обсуждения вопроса, кто может явиться предателем Господа. Был же и спор между ними, кто из них должен почитаться большим. И это одно из самых трагических событий во всем Евангелии. Ведь в этот момент спасителю уже непосредственно грозило распятие. Но ученики по-прежнему воспринимали все происходящее, как подготовку Христа ко вступлению в земное царство, которое они воспринимали как непрестанный пир. Расположение мест на еврейском празднике было строго установлено. Стол представлял собой квадрат с одной свободной стороной. Во главе стола в центре возлежал хозяин. По правую руку от него самый важный гость, по левую руку возлежал второй по важности. Вторым по правую руку от хозяина располагался третий по важности гость, вторым по левую от него руку, четвертый и так далее вокруг стола. Ученики заспорили о том, где кто должен возлежать, потому что они еще не избавились от идеи земного царства. Господь же им прямо заявил, что нормы его царства в корне отличаются от мирских норм. Цари господствуют над народами и владеющие ими благодетелями называются, «А вы не так. Но кто из вас больше, будь как меньший, и начальствующий, как служащий». Царь земной оценивается по власти, которой он обладает. Одним из самых типичных титулов восточного царя был эвергет, что соответствует греческому благодетель. Этим титулом отмечались особые заслуги этих правителей перед государством. Приводя этот пример, Господь указывает на то, что и как такового спора о первенстве между апостолами не должно быть. Искать возвышение над другими свойственно царям-язычникам, а апостолы должны стараться только услужить друг другу. Ведь миру в первую очередь нужно служение. Господь в пример самоуничижения указывает на самого себя, как на обыкновенного раба, служащего за столом. «Ибо кто больше, возлежащий или служащий, не возлежащий ли, а я посреди вас, как служащий». Конечно, это выражение только символ самоуничижения Христа по отношению к людям. Блаженный Феофилакт пишет, что Господь укращает смятение учеников двумя примерами. Во-первых, примером язычников, которых они считали скверными, объявляя, что если они будут так думать, то подобны будут язычникам. Во-вторых, собственным своим примером, ибо объяснив, что он служит им, он этим приводит их к смиренномудрию. Именно в то время он, как сказано, разделил им хлеб и чашу. «Если я, которому поклоняется вся ангельская и разумная тварь, служу посреди вас, то вы, как осмеливаетесь думать о себе много и спорить о первенстве. Мне кажется, что он упомянул об этом возлежании и служении не мимоходом, но чтобы напомнить им, что если вы ели от одного хлеба и пили от одной чаши, то одна трапеза делает вас друзьями и единомысленными. «Но вы пребывали со мною в напастях моих», говорит Господь, не отрицая, что апостолы имеют действительные заслуги. Но эти заслуги состоят только в том, что они переносили вместе со Христом различные испытания, которым он подвергался во время своего смиренного служения человечеству, а потому и добавляет, что все стойко стоявшие с ним до конца будут вместе с ним в Царстве Божием. «И я завещеваю вам, как завещал мне Отец мой, Царство, да едите и пьете за трапезою моею в Царстве моем и сядете на престолах судить двенадцать колен Израилевых». Преподобный Антоний Великий замечает, «Кто с покорностью участвует в страданиях Господа Христа, тот будет участвовать и в покое Его. Кто терпит труды, поношения, обиды и презрения, тот прославится». Таким образом, Спаситель со своей стороны в награду за верность завещает Царство или Господство, как предназначено Ему Отцом Небесным. И поскольку Господь предсказал ученикам в будущем высокую честь, то, чтобы они не возгордились, говорит, «Симон, Симон, все сатана просил, чтобы сеять вас, как пшеницу». Александр Павлович Лопухин поясняет, «Подобно тому, как дьявол некогда искушал Иова, он просил разрешения у Бога преследовать разными испытаниями и апостолов, чтобы поколебать их верность Христу». Действие сатаны в этом случае Христос уподобляет действию земледельца, который просеивает посредством решета пшеницу, чтобы отделить ее от плевел. Господь прежде всего молился о Петре, о чем ему и сообщает, «Но я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя». Петру при его горячем, подвижном характере более чем другим апостолам грозила опасность падения, а потому Спаситель особенно молился о нем. При этом Господь объявляет Петру и утешение. Он хотя на время и отступит от Христа, но потом обратится снова к Нему и станет даже утверждать в вере других братьев своих. «И ты, некогда обратившись, утверди братьев твоих». Слова Спасителя, которые мы, дорогие братья и сестры, слышим в сегодняшнем евангельском отрывке, указывают путь ко спасению посредством служения своим ближним. Господь наш Иисус Христос пришел в мир, чтобы послужить делу спасения человечества. Так и истинные ученики, последователи Христовы, должны в первую очередь служить людям. Такое служение является лучшей проповедью и заключается в проявлении любви и сострадания к ближним. Помогай нам в этом, Господь! Благослови, Душа моя, Господа! Благослови, Душа моя, Господа! Благослови, Неси, Господи! Благослови, Душа моя, Господи! Продолжение следует...